МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К двустороннему режиму возвращаются еще и диктатуры пролетариата на участке от Маркса до Дубровинского. Полностью откроют для движения улицу Северную. Однако закрытыми для проезда по-прежнему остаются два участка на проспекте Мира. От Вейнбаума до Перенсона и от декабристов до профсоюзов. Я напомню, еще в понедельник на рабочем совещании на этом же объекте Тхамак Булатов обещал, что работы закончат до конца рабочей недели, а на выходных будут уже работать на перекрестках Мира с улицами Декабристов и Робеспьера. Из-за этого движение транспорта по этим перекресткам будет частично ограничено. Чиновники просят водителей по возможности исключать эти участки из своих маршрутов. И все эти перекрытия говорят об одном. Ремонт в центре города не заканчивается, вопреки всем обещаниям властей. Дошло уже до того, что на проспект Мира, где рабочие провалили все сроки сдачи, сегодня вывели десант заключенных на подмогу. При этом за выполненную работу бюджетные 185 миллионов рублей получит частная подрядная организация. Что происходит, разбирался Илья Керпс. Как трудятся на благо города Красноярска сотрудники. Не сотрудники? Не сотрудники и не подчиненные, а заключенные. С 7 утра на проспекте Мира в Робе с АТП трудятся осужденные из 19 колонии поселения. Почти 50 заключенных оказались на улицах города, чтобы помочь его благоустроить. Дружно они перекладывают брусчатку из одного места в другое, машут лопатами и радостно общаются с нашим корреспондентом. Как скостить срок-то обещали? Да как? Судья решит, что я здесь все сделаю, даже один. Мне никаких поощрений не будет. Мэр города, рабочие не справляются, привлекают, рассужденных убирать. Деньги бюджетные тратят, не понять куда. Да, выкидывают брусчатку, совершенно новую. Как бы я, как рожанин, хочу, чтобы у нас наш город был красивый. Но до красоты нам еще далеко. Рабочих сил, очевидно, подрядчику не хватает. Поэтому после предвыборного нагоняя Атакбулатова, помочь с ремонтом попросили заключенных. Сколько человек сейчас работает здесь на объекте? 223 человека. В самый разгар рабочего дня на проспекте Мира видно только осужденных, которые укладывают брусчатку. При этом на них жилетка специализированного автотранспортного предприятия, а на Ароби отметка колонии-поселения номер 19. А вот 223 рабочих подрядной организации почему-то не видно, ведь именно они получают деньги за свою работу. Вышли нам ответили в департаменте городского хозяйства. На сегодняшний день практика по всей России есть о том, что люди, которые идут на исправление, они получают особый простой режим, это колонии-поселения. И в рамках адаптации этих людей к обществу они выполняют такие работы. Это законодательство позволяет. Однако для проведения ремонтных работ выбран подрядчик «Спецпромпроект». Он за этот ремонт деньги и получает. Общая сумма контракта – 185 миллионов рублей. 24 из которых уже выплачены. Видимо, так подрядчик не только адаптирует заключенных, но и дает им возможность подзаработать. Заключенные получают материальное вознаграждение. В виде 100 рублей в день, насколько мы знаем. Я не знаю, сколько им платят. Дело в том, что это не мои взаимные договора. Есть договор между юридическим лицом генерального подрядчика и договором с супподрядчиком. А супподрядчик с ЭТП имеет взаимоотношение с ГУФСИНом. Соответственно, ГУФСИН там оплачивает. Сколько платят, это самое осужденным, я понятия не имею. Заключенные трудились до темноты. Правда, с журналистами им общаться уже запретили. Идите в автобус пока сядьте, пока эти не стоят. В автобус сядьте, пока эти стоят. То есть работы сегодня не закончатся, да? Илья Керпс и Виктория Столярова, Виталий Суботин, Александр Тропин. Новости ТВК. Как будете отчитываться сегодня? Такие поступки чиновников вызывают все больше иронии, изливают ее горожане в социальных сетях. Интернет-оценки сегодня изучала Елизавета Курочкина. Но мнений сотни, суть у них у всех одна. Люди уверены, что те инспекции, которые так активно устраивают чиновники последние два дня, делаются с целью пустить пыль в глаза. Люди спрашивают вполне резонный и простой вопрос. А где вы были раньше? Где вы были те три месяца, что уже вовсю в Красноярске идет ремонт? Сейчас зачитаю самые яркие мнения. Итак, я знаю, где они были, пишут наши пользователи в социальных сетях. Они ездили на служебных автомобилях, и когда проезжали по ремонтируемым участкам, закрывали глаза, как в кинотеатре на ужастике. Добро пожаловать на проспект Мира, главную улицу города. Ее лично контролирует мэр и департамент городского хозяйства. Иронизируют наши телезрители в социальных сетях. Был в Красноярске два дня. За это время не услышал ни единого доброго слова про мэрию города. И напоследок, наконец, Акбулатов вышел на улицу и посмотрел вокруг. Выкладывают люди также забавные фотографии городских реалий. Вот, например, рекламный щит с надписью «Миллионному городу» и так сойдет. И фотография Акбулатова рядом. Понятно, что это фотомонтаж, но как же он в точку. Еще хочу отметить и небольшой клип, который выложили в социальные сети после вчерашней мэрской инспекции на проспекте Мира. По сути, в нем просто слова мэра и ответы подрядчика. Но также добавили телезрители, блогеры и смех, как в комедийных сериалах. Давайте посмотрим небольшой отрывок. Сколько человек сейчас работает здесь? На месте 23 человек. Смех смехом, но до конца сезона ремонта дорог остаются считанные дни. И все происходящее с этими дорогами уже вывело красноярцев на настоящий пикет прямо в центре города. Дамы репортаж Виктории Столяровой. Наши дороги – лицо нашего мэра. Дорогой мэр, будьте любезны, сделайте дороги, невозможно ездить. Думать об одной из главных проблем России – ужасных дорогах Татьяне Савиной приходится даже в свой выходной. Водитель автобуса за три года своего стажа, ям и ухапов обрулила много. Но в этом году говорить то, что творится на городских магистралях, не поддается объяснению. Терпеть и писать жалобы уже нет сил, пришлось выйти на пикет. Пассажир у меня. Вот у нас яма есть на Матросово. Когда идет дождь, она заливается водой, ее плохо видно. Вот один раз я так летела, я думала, мы там колеса просто останутся. Просто мне жалко пассажиров. Здесь как водители личного транспорта, так и общественного. Водители автобусов, троллейбусов и других. Практически у всех в руках вот такие вот плакаты, либо фотографии с дорожными дефектами, ямами или выбоинами. На фото те ямы, которые ежедневно приходится преодолевать людям по пути на работу или домой. География разная. Центр, Солнечный, Копылово, Павлова, Грунтовое. Все пикетчики как один жалуются с глобальным дорожным ремонтом. В центре Красноярска чиновники совсем позабыли о других улицах на периферии города. Плакат, я думаю, говорит обо всем, что можно сказать, лаконично. Но я пришел, честно говоря, болеть за дороги на 6 октября и на Мичурино. Просто я в том районе живу. Там ямы огромные, там проехать невозможно просто, не задев в какую-то яму. Ямы, ямы на дорогах, потопы на дорогах, ливневки не делают, тонут машины. Простой пример, это смеха. Вскрыли брусчатку возле парка Горького и эту же брусчатку положили. Для чего? Простой пример. Бордюры то, что выковырили, те же и воткнули. Итогом сегодняшнего пикета станет своеобразная резолюция. Это список улиц, которые дорожники должны залатать до конца года. Мы крайне уже натерпелись того, что город просто в запустении. Мы на сегодняшний момент проводим пикет, это как предупредительное такое мероприятие. Затем мы собираемся проводить митинг, если власти нас не услышат. Но на следующей неделе мы готовы даже опубликовать список дорог, которые мы направили в администрацию города. Будем ждать результаты, чтобы в этом году до конца сезона строительного заделали все эти ямы. К слову, чиновники этот пикет проигнорировали. Федерация автовладельцев заверили, если не обратят внимание власти на их резолюцию, то они уже будут митинговать. Виктория Столярова, Александр Трупин, Новости ТВК. О качестве дорог в Красноярске продолжим говорить сегодня в выпуске. От вас ждем дополнения к карте забытых улиц. Пишите, где еще нужен ремонт и рассказывайте, пытались ли вы его добиться и каким образом. Советы по тому, как это сделать эффективнее, через несколько минут в нашей студии озвучит эксперт. А пока ждем ваши сообщения. Пишите на номер 9020 с пометкой ТВК, в группу новостей ТВК ВКонтакте, а также в Вайбер, Ватсап и Телеграм номер 8 923 1 65 45 00. И уже очень много ваших сообщений мы получаем. Получаем адреса Краснодарская, Глинки. Очень много нелестных комментариев о том, почему же у нас все так происходит. И для того, чтобы понимать все-таки наши это с вами эмоции или это какой-то фактаж, давайте посмотрим на небольшую статистику, на то, как это видят эксперты. Есть, оказывается, у нас рейтинг хороших дорог в стране. Такие в стране, в принципе, имеются. Вот на первом месте в этом рейтинге Тюмень, там лучшие дороги в стране, на втором Майкоп, дальше идет Белгород. Москва в этом рейтинге, столица только лишь на восьмом месте, а Санкт-Петербург, к примеру, на 49-й строчке. Красноярск занимает сейчас 70-ю позицию, хотя год назад мы были 51-е. Но чтобы понимать, что значит вот это 70-е, вы подумайте о том, что вся Россия в мировом списке занимает 123-е место из 138 возможных. И нас обогнало очень много государств, например, Камбоджа, Гондураса или, например, Набибия. У них у всех дороги лучше, чем в России, об этом говорят независимые аналитики. Ну а на первых позициях в списке самых хороших дорог в мире находятся Объединенные Арабские Эмираты, второе место Сингапур и третье Швейцария. Сразу понятно, что на климат мы тоже, наверное, списать не можем. В том и в том рейтингах есть города, страны, где с климатом все не намного лучше, чем в Красноярске. Снова улица Коломенская, пишут нам зрители. Ямочный ремонт на улице Павлова даже с фотографиями присылают. Говорят, то, что сделали уже этим летом, развалилось, хотя, ну, от лета мы отошли всего лишь на полтора месяца. Очень много адресов, тоже будем составлять свою дорожную карту. Но впереди у нас небольшая реклама, после мы вернемся, ждем экспертов в студии и продолжим читать ваши сообщения. Это новости ТВК, мы работаем в прямом эфире и прямо сейчас узнаем, имеют ли красноярские автолюбители право на хорошие дороги. Спросим об этом у эксперта, у нас в студии Сергей Напольских, адвокат, краевой коллеги адвокатов. Здравствуйте. Здравствуйте. Все-таки к вам вопрос. Настолько у нас привыкли красноярцы к тому, что яма на каждом углу, на каждой дороге, на каждой трассе. Это нормально или есть какое-то ограничение по закону на эти ямы, на их количество, глубину? Есть рекомендованный ГОСТ, который должен соответствовать все дорожные проезжие части. ГОСТ это стандартный, не более яма не должна превышать 60 сантиметров в длину, ширину, простите, 15 сантиметров в длину и не более 5 сантиметров в глубину. Ну, как мы видим по нашему городу, по прилегающей территории, ну, практически все эти ямы не подпадают под действие этого ГОСТа. Что делать автовладельцу для того, чтобы эту яму ликвидировать? Ведь каждый, наверное, думает, что мэрия просто их не замечает. Здесь, на самом деле, два основных вопроса. Что делать, если ты попал в яму, и что делать, да, действительно, чтобы ее ликвидировать? Ну, что делать, чтобы ликвидировать, я думаю, всем и так известно, это обращаться в данном случае, если это в Красноярский департамент городского хозяйства, либо в мэрию, любой надзорный орган, вплоть до прокуратуры, которая обязана принять меры реагирования на обращение гражданина. В течение одного месяца они должны дать мотивированный ответ и принять какие-то меры. К сожалению, не всегда эти меры возможно принять в силу разных обстоятельств. Отсутствие финансирования, отсутствие желания, отсутствие подрядчиков. Или, как у нас любит отвечать департамент горхозяйства, что данная дорога включена в список ремонта, но в будущее время. Ну, подождите. Как правило, пока одни ждут, другие влетают в эти ямы и травмируют автомобили, получают повреждения эти машины. Что делать, если вы влетели в эту яму и оставили там подвеску? Обязательно зафиксировать данное происшествие, это обратиться в органы ГИБДД, оставить заявочку, оформить дорожно-транспортное происшествие. Можно это сделать либо с помощью инспекторов ГИБДД, которые приедут, проведут замеры, либо с помощью аварийных комиссаров, которые также в состоянии сделать это. Также человек может самостоятельно оформить это происшествие по пункту 2.6. Но, тем не менее, я рекомендую в любом случае привлекать какое-то независимое лицо, аварийных комиссаров, инспекторов ГИБДД, которые проведут фотографирование, желательно сделать видеосъемку. То есть на что нужно обратить внимание в первую очередь? Это расположение ямы, где она находится, ее координаты. То есть если делается видео или фотосъемка, обязательно должна быть привязка к местности, чтобы потом можно было восстановить. То есть проводятся замеры, замеры, сразу повторюсь, замеры должны проводиться специальным инструментом. Это должна быть либо линейка, которая у нас имеет какой-то сертификат, потому что один измерит у него 5 сантиметров глубиной, другой приедет, измерит у него 10, получится. Хотя, в принципе, одна и та же яма. Поэтому очень много нюансов. Но первое, зафиксировать, отфотографировать, снять видеозапись. Если есть очевидцы, обязательно записать их контактные данные. Ну а дальше прямая дорога в суд. Ну насколько эти дела успешны? Я понимаю, что вам как юристу, я понимаю, если вы попадете в яму, вы докажете простому человеку. Есть какая-то статистика понимания, а выигрываются такие дела? Я скажу, что за последние года 2-3, наверное, раньше это было значительно сложнее, последние 2 года-3 ситуация значительно улучшилась. Суды встают на сторону автолодельцев. И, ну скажем так, 90% дел выигрывается. Единственное, ну, исключение бывает всякое. Если человек едет, видит яму, ну, думает, ну, проеду. И заезжает в нее, ну, тут, извините, уже автолоделец сам виноват. А если человек идет в плотном потоке, передедущая машина резко перестраивается, и вот она, яма, и водитель ничего не успевает сделать, естественно, вины его нет. Обращается в суд, я говорю, 90% дела неположительно заканчивается. То есть автолоделец получает все расходы, которые он понес. В том числе и судебные? Безусловно. Ну, а как доказать, что ты не пробовал заехать в эту яму и выехать без последствий, а действительно ты ее не видел? Здесь делается анализ уже в судебном процессе, да, и происходит процесс доказывания. В том числе я не просто сказал. Свидетелями? Да, обязательно. Это свидетель должно быть. Ну, я скажу так, не всегда свидетель бывает, не всегда они находят время. Поэтому здесь первоначально идет все-таки в качестве доказательств. Это материал составлен аварийным комиссаром, либо инспектором ГИБДД и объяснениями самого водителя, которые, как правило, находясь, вот самые первые объяснения, они, скажем так, самые честные. Поэтому суды, как правило, ориентируются на эти обстоятельства. Спасибо вам за то, что вы нам дали первые инструкции, самые честные, самые правильные. Будем надеяться, что если они не понадобятся нашим зрителям, хотя бы они будут в курсе и будут иметь это в виду. В том числе и дорожную тему мы продолжим далее в выпуске. Расскажем, например, зачем сотрудник ГИБДД залез на капот нарушителям. Но до этого небольшая реклама. Это ночные новости ТВК. Сегодня обсуждаем состояние дорог в Красноярске. Очень много сообщений по этой теме. Сбрасывайте вы нам и фотографии, и даже карты того, как же найти эти ямы. Ямы во всю дорогу глубина сантиметров 20 и более, пишет наш постоянный зритель. Пока был закрыт мост, по этой дороге объезжали пробку. Теперь местным просто не проехать. На детском кинотеатре «Мечта», пишут «Асфальт», как после войны. Служба 205 – это вам сообщение. И с Калинина пришло нам такое сообщение. Нам и РЧК сделали ремонт на дороге. На Калинина ремонта нет. Уже давно дороги в ужасном состоянии. К авторам этих сообщений вопрос. А вы сообщали о них куда-то? Напишите о вот этом опыте. Как вы пытались добиться, чтобы эти дороги ремонтировали? И нет ли сбоя как раз-таки на стадии передачи информации? Реагирует на вас служба 205? Или, может быть, она сейчас посмотрит наш эфир и как-то отреагирует уже на это с помощью Департамента городского хозяйства? Конечно же, пока еще есть у нас дни ремонта. Та же самая, я думаю, улица Калинина. Она может дождаться хотя бы того, что там залатают элементарные ямы, которые есть на всех трех полосах движения в одну сторону. Ну а теперь о самом обсуждаемом видео с дорог. Запрыгнул на капот машины и пытался выбить лобовое стекло. Такими действиями полицейский из Краснотуранска хотел извлечь нарушителя из машины. Видеозапись появилась сегодня в социальных сетях. Известно, что инспектору ДПС пришлось преследовать автомобиль Тойота, так как водитель не остановился по указанию полицейского. В какой-то момент догнать нарушителя все же удалось, а чтобы вызволить его из машины, инспектор ДПС как раз и запрыгнул на капот автомобиля, поставил ногу на лобовое стекло и нанес несколько ударов. После таких действий 19-летний нарушитель все же остановил машину и сдался инспектором ДПС. А главный полицейский край Александр Речицкий сегодня встретился с красноярскими дольщиками и посчитал статистику по ущербу от недобросовестных застройщиков. Итого вышло полтора миллиарда рублей ущерба, 2200 пострадавших и 11 уголовных дел. Такие объемы привели к тому, что теперь специальную приемную полиции по вопросам дольщиков перевели на ежедневный график работы. Кроме того, в полиции заявили, что они хотят не просто взяться за строителей, чтобы те чаще получали наказание, но и вернуть деньги обманутым дольщикам. Сегодня один из основных акцентов на это сделал не только возбудить уголовное дело, но максимум установить, куда эти деньги были потрачены, на какие средства, в том числе объекты недвижимости и так далее. Для того, чтобы, еще раз подчеркиваю, вернуть эту недвижимость в виде денежного эквивалента. Ректора опорного университета Красноярского края Игоря Ковалева отправили в отставку. Он работал руководителем вуза с 2010 года. О кадровом решении стало известно сегодня на совещании в самом вузе. Однако в пресс-службе университета информацию пока не подтверждают. Там сообщили, что официальное заявление будет в понедельник. Кроме того, в стенах вуза уже говорят, что сейчас исполнять обязанности ректора будет проректор по учебной работе Дмитрий Деревянных. Напомню, опорный университет создан в прошлом году путем объединения двух ведущих технических вузов региона – СИБГАУ и СИБГТУ. Сейчас новость от другого университета. Предстоящая зима будет чуть холоднее, чем прошлая. Такой прогноз сделали ученые Сибирского федерального университета. По их словам, зима в этом году будет еще менее снежная, чем предыдущая, зато она будет холоднее. Ученый заявил, что в Красноярске последние три года зимы были относительно теплые, несмотря на абсолютно противоположное мнение части жителей. Какой будет погода в ближайшие дни, узнаем прямо сейчас. Прямо сейчас в эфире рубрика «Новости. Коротко». Строительство развязки на Волчаевской подорожает на полмиллиарда рублей. Это связано с изъятием земель под строительные площади. Об удорожании сегодня заявили депутаты законодательного собрания на Комитете по промполитике, транспорту и связи. Там сегодня обсуждали корректировку краевого бюджета. На переселение людей Министерство транспорта предложило выделить в этом году 300 миллионов рублей, в следующем дополнительно 215 миллионов. А вот средняя зарплата учителей в крае сегодня составляет 38 тысяч рублей. Врачам же в следующем году обещают в два раза больше – 76 тысяч. Об этом заявил министр здравоохранения Вадим Янин. Кроме того, на развитие медицинских услуг дополнительно выделят 200 миллиардов рублей. Программа развития медицины и поддержки специалистов рассчитана на три года. А в Девногорске участились случаи выхода бурых медведей из леса. За прошедшие три недели горожане встретили в окрестностях Девногорска 14 хищников. При этом неизвестно, был это один и тот же медведь или разные. Медведя также видели в Овсянке, поселке Манском и в районе ГЭС. Красноярцев просит быть осторожными и если вы встретили хищника, сообщайте в полицию по номеру 02. Это ночные новости ТВК. Мы работаем в прямом эфире. Прямо сейчас готовы подвести итоги сегодняшнего обсуждения. Говорили мы о дорогах и не кончается у нас тот поток адресов, который есть от зрителей. В Академгородке все дороги в ямах, в Рытвинах живу здесь два года, никогда не видела, что проезжие части ремонтировали. Акбулатов является капитаном, не служившим в армии. Как капитан может руководить таким городом? Вот последствия вы и видите. Эти сообщения приходят нам на смс-сервис 90-20. Ужасные дороги на Металлургов, улица 9 мая и авиаторов каждый день захватывают эти улицы. Два раза меняло колесо. Но теперь вы знаете, как это сделать. Все-таки не за свой счет, а благодаря нашему эксперту, как это сделать за счет виновников этих самых ям. На этом наш выпуск сегодня подошел к концу. Но новости ТВК продолжают свою работу круглосуточно. Увидимся с вами уже завтра в 20.00.